Так, друзья, ну что, еще раз добрый вечер, вот, Алексей сейчас сделал вам, видите, подборку такую, мы специально чуть-чуть времени дали побольше, потому что это, конечно, сейчас самое главное, и вот это настроение, то есть вы заметили, что, ну, тот, кто не был, значит, друзья, тот, кто был на мероприятии здесь, мне, наверное, я даже не буду задавать вопрос, там, поставьте плюсик, или там, еще там, кто был, чтобы высказать ваши эмоции, потому что это, друзья, комментировать уже ни в коей мере не надо, это действительно мероприятие. Но чтобы для тех, кто со стороны сейчас следит и почувствовали атмосферу, то есть вот вам как раз очень много интересных было таких моментов, которые действительно вообушевили и вдохновили всех. И мы, друзья, нисколько не сомневались в успехе мероприятия, потому что, когда собирается в одном месте такое время, такое количество единомышленников, это не может быть по-другому. И даже если бы, друзья, был проливной дождь со снегом и так далее, то есть я вот уезжал из Москвы вечером накануне, я просто был насквозь мокрый, сушился потом в поезде. И я просто с ужасом, я взял с собой калоши, я взял с собой зонт, я взял с собой запасную одежду для того, чтобы переодеваться. Так вот, друзья, я эти калоши даже не вытащил из чемодана, и чемодан даже не вытащил из машины. И здесь, друзья, я могу сказать, на уровне уже, ну, к этому можно как угодно подходить, я все-таки очень аккуратно отхожу ко всем этим мистическим или тем более каким-то вещам. Но, друзья, если перед этим, когда там Надежда, Виктор, они делали организационные прогоны, там смотрели, как они специально привезли строительные пушки для того, чтобы закрыть этот шатер и чтобы греть, чтобы люди там не замерзли. Там готовилась специально полевая кухня с горячим чаем, чтобы люди не болели. Так вот, друзья, с утра светило яркое солнце, было абсолютно тепло, была абсолютная погода. И до самого вечера, и потом, как мне Виктор Бабурин, то есть мы на следующий день еще отработали уже на нашей конференции, которую тоже потом в конце подъехал Анатоль Эдуардович, об этом мы тоже два слова, потом скажем, именно нашей уже научно-практической конференции Skyway Capital. Так вот, к вечеру этого дня пошел дождь, и после этого 4 дня, и вот мне с Виктором разговаривал, до сих пор еще идет дождь в Минске. Вот это, друзья, я могу сказать на уровне, вот как хотите к этому относитесь, но именно в то время, когда все собрались, когда была вот эта зашкаливающая эмоция, когда все действительно были в одном порыве, вот солнце, небо разошлось, оболка разошлись и светило яркое солнце. Это, друзья, тоже очень такой хороший показатель того, что мы с вами делаем абсолютно правильное дело, о том, что нам помогает все, в том числе и природа для того, чтобы мы собрались и делали. И это, друзья, вот как угодно, вот так к этому и относитесь. Поэтому здесь я могу сказать, что у нас не было никаких насчетов и сомнений, но тем не менее, галоши, зонт и теплую одежду сменную я с собой взял, которая, к счастью, мне не понадобилась. И когда мы ходили с Алексеем и посетили наше дерево, которое мы с ним, у нас на двоих даже одно дерево там посажено, вот, сфотографировались с этим деревом, посмотрели, как оно растет, вот, походили по этому саду, где уже не одна тысяча деревьев. Это все, друзья, как раз о том, что идет работа, и у нас уже что-то объединяет и роднит с этим местом, потому что, я говорю, есть своя элея, свои деревья, участие. Сейчас музей будет делать, там тоже у каждого будет какая-то своя частичка участия в этом проекте. И то, что я говорил перед фестивалем, и как раз всем рекомендовал, и мы очень много фотографировались, друзья, именно на фоне недостроенных начала, потому что, когда будет, друзья, уже построенная опора, когда все будет ездить, то эта фотография будет, ну, как на уровне в городе, вы сфотографировались на уже готовый, законченный объект. А вот когда у вас на руках фотографии, как все начиналось, когда фундамент был, когда мы фотографировались в прошлый фестиваль, на этом фестивале, когда есть уже перекрытие, когда есть опоры, промежуточные опоры, и это все уже, друзья, производит совсем другое впечатление. И когда в этот ряд вы также потом поставите уже фотографии, где это закончено, сделано, то это как раз вся сопричастность, и это действительно то, что это не то, что доказательство, то, что вам надо кому-то доказывать, друзья, я думаю, что нам не надо никому ничего доказывать, не надо показывать, просто этот сам по себе процесс сопричастности к началу строительства, он, конечно, очень и очень важный. И здесь я могу от себя лично сказать, ну и со всеми, с кем я общался, вот, мы действительно, каждый ощущал сопричастность к этому большому делу. Что меня, друзья, несколько удивило на этом фестивале, мы все-таки планировали и рассчитывали на то, что люди, которые туда приедут, это уже наши серьезные партнеры, это те, кто в программе, для кого не надо никаких именно обоснований, доказательств и выстраивания такой логической цепочки, и это действительно не понадобилось. Но что, друзья, меня очень сильно удивило, ко мне подошло, ну, больше, наверное, 30 человек, я даже определенную работу там провел с точки зрения доведения информации, которые только-только подсоединились к проекту. И это было абсолютно новое, что все-таки о том, что мы планировали, предполагали, что к нам приедут союзники, партнеры, которые уже очень глубоко в проекте, это действительно так и было, но все равно было очень много новичков. И это, друзья, конечно, я за них был очень рад, потому что общий вот этот настрой, общая вот эта аура и общая атмосфера, она, конечно, сразу людей погружала, и там не то, что не было никаких сомнений, а люди были очень рады, очень счастливы о том, что были в проекте. Поэтому это очень важное событие, и, естественно, что сразу я и приносил извинения, и еще привожу там, потому что, друзья, были, конечно, и накладки, у меня там было несколько там конфликтных ситуаций, что навстречу со мной приехали два там вот таких вот крутых бизнесмена, они приехали, их не нашли в списке, и они мне там написали очень такое некрасивое письмо, что вот мы приехали, вот там так далее, так далее, вы тут это, и мы уезжаем, и не хотим больше об этом слышать. Знаете, друзья, здесь я могу сказать, если для этих людей то, что их не нашли в списке, это оказалось единственное препятствие, в которое они не вошли в проект, я могу сказать, да слава Богу, что они уехали, да лучше бы вообще не приезжали, потому что бойцы, которые там 15 минут постояли на улице, когда там сажали в автобусе, проверяли списки, друзья, мы вам говорили, что это готовят непрофессиональные организаторы, это все наши сотрудники конструкторского бюро, у каждого свой есть блок работы, да, были определенные накладки, да, чуть-чуть дольше грузились в автобус, да, не все списки согласовывались и были, ну и что, мы вышли, Виктор с Надей быстренько организовали еще один автобус, мы его поставили в конце всех, которые приезжали, и я лично с Алексеем, мы в этот последний автобус, где были какие-то либо накладки, либо нет, мы сели в этот автобус и приехали, да, крайними, но и что, друзья, из-за этого что, что-то изменилось? Из-за этого что изменилось? Строительство Экофесса, а из-за того, что два каких-то крутых перца, которые проплатили якобы какое-то время назад, и их не нашли, и они нашли это поводом, чтобы не участвовать в проект, там еще и обидится, друзья, да я могу сказать, а может быть нам такие партнеры и не нужны, а может быть вам и скатертью дорога, чтобы вы туда вообще не заезжали? Здесь я не могу ответить, друзья, на вопрос, мы договорились потом встретиться в Москве, я, естественно, там принес извинения, сказал, что друзья, извините, но если это для вас оказалось вот так настолько радикально, что вы приехали, а дальше сказали, мы не будем участвовать в проекте, друзья, у меня уже вызывают вопрос, а надо ли нам дальше взаимодействовать или нет. Это я честно, откровенно сказал этим людям, что, знаете, что я перед вами сейчас там, извинения, говорю, что теперь ради этого у вас будут какие-то специфические условия участия в проекте, нет, этого не будет. Хотите, участвуйте, нет, можете еще, друзья, можете еще подождать, можете еще на что-нибудь обидеться, а потом говорить, что вот я обиделся, что меня в список не внесли, а потом еще так сказать, ну что, друзья, это я могу сказать, что это мое личное к этому отношение, потому что основное, конечно, все, кто были, то есть, ну опять же, друзья, я об этом говорил, предупреждал, и все, кто там были, для большинства людей, которые там участвовали в этом процессе, все вот эти вот небольшие накладки, шероховатости и так далее, опять же, друзья, ну что такое там 15 минут там грузиться в автобусе, когда девчонки молодые, которые очень сильно волновались, там согласовывали эти списки, не могли там что-то где-то кого-то найти, опять же, прошло 15 минут, все организовали, сделали, процесс пошел, и сходу там поменяли условия, но опять же, друзья, мы сразу говорили, что это у нас подготовительное мероприятие, для того, чтобы в октябре, когда будет уже там 5000 человек, когда будут большие делегации и так далее, и так далее, чтобы мы более организованно работали, и это даже наработка серьезного опыта, мы сами четко сейчас понимаем, где можно усилить, где надо больше приложить внимание, где надо организационно приложить определенные вещи, для того, чтобы таких накладов не было. Это тоже, друзья, опыт большой, и тоже его надо нарабатывать. Но тем не менее, еще раз могу сказать, что и здесь я выражаю, наверное, общее мнение команды, общее мнение там потом с Анатолием Дуаровичем, мы вечером собрались с такой вот командой директоров, активно в ту работу, мы поздравили его с днем рождения, мы спели несколько поздравительных песен, кстати, родилась прям почти сходу, я могу сказать, ну, если это не гимн Skyway, то, во всяком случае, очень значимая песня. Мы, конечно, не можем ее официально выставлять в чатах, мы не можем ее показывать как официально, потому что мы просто пели, как караоке к нам подошли, артистам, мы пели определенную песню, и неожиданно, само собой, мы поменяли буквально несколько слов, и действительно получилось очень хорошее и поздравление Юницкому, и поздравление этой, поэтому, если мы все очень сильно потихонечку попросим и пообещаем, что это не будет в чатах подставлено как официальная позиция Skyway, то Алексей Суходоев вам, наверное, ролик в чатах на это скинет. Вот, но это еще раз, друзья, я могу сказать, давайте к этому относиться очень, ну, так, аккуратненько, и еще раз, что это неофициальная позиция, это просто как неформальная форма общения, поэтому давайте в чате потом, когда Алексей будет выступать, попросим то, что он это все на телефон записал, и я могу сказать, лично для меня это, конечно, очень серьезная, ну, такая очень вещь, которая, опять же, это родилось экспромтом, спонтанно, но, как вы понимаете, самые обычные такие вещи, это спонтанное, поэтому давайте попросим в чатах скинуть, и сами посмотрите, насколько действительно была атмосфера, насколько действительно было поздравление, и вот от нас, как от директоров, тоже в таком лирическом форме получилось поздравление Анатолию Аши Юницкому. И дальше мы, здесь уже могу сказать, что мы очень долго потом общались, для Юницкого это был действительно праздник, и он искренне благодарил там и всех, кто приехал, и команду директоров, и кто активно именно работает с нашей партнерской системой, о том, что это действительно неординарное событие, это действительно веха в его жизни, мы действительно сделали очень такой большой, серьезный подарок, что смогли это все организовать, и самое главное, благодаря нашей работе все это состоялось, поэтому однозначно могу сказать, если кто-то со мной не согласен, то я с ним просто не соглашусь, что этот праздник удался, начиная от погоды и кончая общим настроением, что все получили серьезный заряд бодрости и работы, и после этого дальше я уже могу сказать, что какое количество людей там и познакомились, пообщались, и уже пишут, и мы сегодня начинаем новые, ну там, вехи, и то количество партнеров, которые сегодня уже начинают приходить, это все говорит о том, что, друзья, мы делали, делаем, и дальше продолжаем делать очень нужное, важное дело, и сегодня у нас все, ну, опять же, тут это не совсем правильно, что все получается, хотя бы даже из того, что эти два кренделя уехали, которые там, так сказать, обиделись на то, что, значит, не все все-таки получается, ну, что, в общем-то, наверное, не так страшно, но в октябре, здесь я могу сказать, что уже, друзья, мы начинаем реальную работу по подготовке октябрьского форума, и здесь уже без всяких лишних слов можно сказать, что октябрьский форум это будет уже не то, что веха, это будет основной этап, к которому мы шли, вот эти долгие там три года, которые сейчас запускали краудинвестинг, и низкий к этому шел все 40 лет, к которым подходим, поэтому форум в октябре, это будет наш общий, друзья, экзамен, мы к нему будем очень серьезно готовиться, мы уже начали определенные подготовительные работы, и здесь уж я могу сказать, что, друзья, такого события пропустить, ну, наверное, уже не каждый из партнеров, кто себя считает соучастником Skyway, пропустить такое событие, поэтому давайте уже к нему подойдем осознанно, спокойно, но, тем не менее, как к празднику именно октябрьскому фестивалю Skyway, потому что это, друзья, по значимости, конечно, будет событие несопоставимо то, что было в октябре, сейчас в апреле, просто несопоставимо, это другого уровня, другого качества, и с другими целями и задачами, к этому времени у нас уже будут запущены адресные проекты, в этом у меня сегодня уже нет никаких сомнений, что с такими партнерами, как сейчас у нас есть в руководстве Чеченской Республики, как у нас сегодня в Дагестане, как в Красноярске, в Сочи, активно сейчас работа идет там в Монголии, вы видели, кто участвовал на конференции, какая была у нас серьезнейшая делегация из Чехии, Бенгрии, Словакии, это действительно люди, которые подключились и сегодня формируют активнейшие структуры в этих странах, они очень активно развиваются, и сегодня уже становятся серьезной такой подспорью всему проекту, мы очень много общались, и в тот вечер, когда поздравляли Анатолия Дуаровича, и на следующий день в офисе, тоже он для них специально через переводчика сделал такую азы, именно со своей точки зрения, как генерального конструктора видения конференции, это тоже все дало определенный такой толчок, и по мере того, что хоть мы там и слабо все разговаривали на славянском, на венгерском языке, но тем не менее я могу сказать, что общение и контакт был очень интересный, и мы дальше продолжаем эту работу, и вебинары, которые у нас идут на венгерском, на словацком языке, они сейчас выйдут на новый уровень, потому что мы договорились об очень интересных шагах, которые будут дальше двигаться. Вот, поэтому, друзья, это абсолютно сейчас правильная вещь, и мы с вами прошлый вебинар с Алексеем именно посвятили подготовке, когда мы говорили, к чему мы готовимся, как сегодня, естественно, что это основная тема, это уже как результаты, и сейчас еще будут появляться и появляться дальнейшие ролики и отзывы, сейчас пойдет целый конкурс такой запущен, чтобы люди именно дали свою эмоцию, именно дали свое восприятие. Я делюсь своими впечатлениями и ощущениями, Алексей, как всегда, покажет свое видение, всегда отличное от нескольких других, потому что он, как молодой, талантливый человек, всегда дает свои взгляды на... Вот так, в Ирландии идет ли еще проект SWIG? Да нет, друзья, опять же, что мы начинаем все делить, и это очень много как раз обсуждалось на фестивале, что, друзья, вот это все деление, когда идет SWIG, капитал, там, корневая, не корневая, друзья, мы всегда это подчеркивали, говорили, это точка входа, мы все с вами являемся акционерами одной компании, у нас с вами в реестре все одни акции, поэтому как можно делить что-то на фонды, которые там... Но это все равно, друзья, что сказать, что дилер, который продает Mercedes в одном городе, он что-то делает другое, чем дилер, который продает эти же Mercedes. Поэтому, друзья, это глупая абсолютно постановка вопроса. Делить это неправильно. Есть абсолютно разные фишки, как сегодня принято говорить, то есть определенные акценты, на которых делается для точки входа, для доведения информации, чтобы человек стал акционером. Делить это глупо. И кто пытается разделить, мы это не раз говорили, друзья, это люди, которые вносят какие-то другие цели и задачи в наше сообщество. Мы все объединены одной целью и задачей это строительство SkyWay. Мы с вами являемся акционерами одной компании, перед нами обязательство, есть человек, который все это запустил. Все остальное, друзья, это глупости, и это неправильно. Так... Тут пытаются... Нет, друзья, так сказать, давайте... Я даже не хочу комментировать по поводу того, кто там что пытается делить. Никто никого не делит. И самое главное, что все были на фестивале, у нас там было очень много людей из СВИГа, вот, с которым мы работали уже там не один год. И все мы были абсолютно счастливы, что увиделись, что поучаствовали в этом деле. Поэтому, друзья, у здравомыслящих, нормальных людей нет никакого разделения. Еще раз повторюсь, что тот, кто пытается что-либо внести, а тем более акцентировать на этом внимание, эти люди, которые преследуют какие-то другие цели и задачи, еще раз повторюсь, другие цели и задачи, нежели развитие проекта Skyway. И я это говорил, говорю и буду дальше говорить. Поэтому давайте здесь... Так, были ли у вас переговоры в Израиле? Да, у нас очень активно сейчас идет формирование команды в Израиле. Там сейчас готовится к запуску управляющая компания. Буквально через две недели будут очень большие переговоры здесь в Москве с представителями именно команды. И я думаю, что до конца этого года проект между Тель-Авивом и Латом приобретет такие серьезные очертания, которые дальше будут подпроводить. Так, в Самаре, значит, друзья, по Самаре активная работа идет. Я как раз говорил, что завтра в 12 часов в экспоцентре, это на МКАДе, находится, я буду делать завтра доклад. Мы постараемся его с организаторами попробовать запустить его через Перископ, чтобы ушла в Твиттере трансляция. И как минимум сделаем еще запись для того, чтобы показать репортаж. И там как раз я буду уже выступать и презентовать проект первого струнного транспорта в Самаре как проект, согласованный с мэрией. Поэтому, видите, как это ни странно звучит, но на эко-транспорте, на конференции мы будем представлять уже самарский проект. Поэтому, который занимается... В Самаре идет про проект, которым занимается Сергей. Но если имеется в виду Сергей Феофанов, то да, это Сергей Феофанов, это член нашей команды, мы активно работаем. И, соответственно, именно этот проект и, скажем так, готовилось выступление его, но по разным причинам он попросил, чтобы этот проект презентовал именно я для этого фестиваля. Я, конечно, после сегодняшней поездки и вот за вот эту неделю количество перемещений я был не в восторге от этой мысли, но, с другой стороны, раз SkyWay требует, значит, приходится решать. А как раз в пятницу я буду как раз опять на встрече с крупными инвесторами, которые сегодня обсуждают и готовится очень большая программа по Монголии, вплоть до того, что не исключено, что в ближайший месяц-полтора будет встреча Юницкого как президента группы компаний SkyWay с президентом Монголии именно для того, чтобы запускать проект. Но это, друзья, несколько такая опережающая информация. Вы уже заметили, наверное, что так как у нас есть много информации, которая идет уже коммерческого плана, мы вам доводим только то, что в принципе надо знать, но не вредит развитию бизнеса, развитию именно коммерческих, ну уже таких бизнес-проектов. Поэтому сегодня, так как уже идет оформление ВИЗ и оформление согласования на уровне протокола, то это уже шило в мешке не утаишь, поэтому мы эту информацию сегодня доводим. По работе с Австралией на конференции второго дня 24 апреля, 24 числа, Виктор Бабурин довел полную информацию, он рассказал очень доходчиво, четко, понятно и развернуто о том, какая работа идет в Австралии, о том, какая делегация планирует сюда приехать, какие проекты запускаются, даже первый проект обозначил, так что по Австралии, я думаю, что сегодня есть вся исчерпывающая информация, поэтому можете тоже посмотреть записи выступления Виктора Бабурина, соответственно, так по условиям сохранения рассрочки декабрьской, пожалуйста. Ну давайте, тут Морозов Игорь про Литвой, ну друзья, я могу сказать, что отношения с Литвой самые деловые, то бишь мы судимся. Наши юристы готовят иски, работают, общаются, и соответственно, идет абсолютно юридическая работа с правительством Литвы. Сразу задают вопрос, получим ли мы результат, этого не знает никто, мы все-таки настроены, позитивно и считаем, что здравый смысл и наши деловые отношения выйдут на четкие понимания, и мы выиграем суды у правительства Литвы. Но, друзья, как вы понимаете, с той, как бы я сказал, очень странной демократией, которая есть в Литве, гарантировать здесь ничего не можем, но, тем не менее, мы этот вопрос доведем до конца. Во всяком случае, о том, что правительство Литвы и народ, который его поддерживает, очень серьезно пожалеет о том, что Skyway развивается не в Литве, а в Беларуси, это, друзья, я думаю, вот эту цель мы обязательно достигнем. А удастся ли нам доказать о том, что идиоты, идиоты, и для того, что нельзя отбирать чужие деньги, их надо отдавать, это, друзья, уже не наш вопрос. Здесь мы сделаем все, у нас работает профессиональная команда, которая это сделает. Так, в Кыргызстане планирует телеадресный проект «Шелковый путь» обязательно. С Кыргызстана сейчас очень интересная большая команда, вот, и в Кыргызстане как раз вот по той логике туристических кластеров, которые мы закладываем, то есть я в конце лета должен был ехать в Кыргызстан, но по разным причинам, от меня независящим, я туда не поехал, но я могу сказать, что по той логике, которая сейчас закладывается в Чечне, в Дагестане, вообще на Северном Кавказе, то есть создание вот таких вот туристических кластеров, я думаю, что в Кыргызстане мы вернемся обязательно к этому проекту, и на Иссыкуле, и через Чембулак, и через Медео, там интереснейший проект, и я думаю, что мы обязательно к нему вернемся, несмотря на то, что его на какое-то время по независящим от нас причинам притормозили. Так, а с кем в Чечне и о чем были переговоры, Алекс? Ну, так сказать, ну, мы дадим полный отчет, мы встречались еще раз, я говорю, с министром транспорта, с министром экономики, с премьером, вице-премьером, и сейчас наша активная позиция, мы готовим презентацию проекта для главы Чечни Рамзана Кадырова, для того, чтобы он поддержал этот активный проект. Для этого мы специально выезжали на места, где уже будет планировать этот проект, но это то, что касается еще по частей к Дагестану повторить новости. Ну, вот Ольга только что повторила. Так, когда будет смена дисконта, то, что мы говорили. Значит, друзья, как и обещалось, и говорилось, что у нас май месяц, это будет четко выставление новых условий, вам расскажут, как, что дальше будет развиваться. В конце мая, в начале июня будет существенная смена дисконта, и это, друзья, абсолютно правильно, потому что к этому времени у нас начинает стартовать уже ряд управляющих компаний, которые продвигают конкретные проекты. Второе, мы подходим уже к очень осязаемым результатам с крупными инвесторами, которые реально рассматривают уже о том, чтобы взять основную тяжесть финансирования на себя. Это два. И третье, друзья, мы все-таки приближаемся уже очень быстрыми темпами к демонстрации, к тому, чтобы технология стала осязаемой, поэтому дисконты должны быть снижены. И в третий момент, друзья, мы как раз май планируем отвести на то, чтобы кто хочет войти и получить длинные рассрочки на вплоть до того, что на весь 16-й год, вы можете себе это сделать, и дальше уже смена дисконта, либо совсем закрытие финансирования с краудинвестинга, для вас это никак не коснулось, все обязательства, которые вы на себя и компания перед вами взяла, то есть вот по этим длинным рассрочкам, чтобы она, соответственно, сохранялась. Для нас почему это очень важно? Таким образом, мы можем спланировать ежемесячный объем инвестиций, которые будут с точки зрения длинных дисконтов, это для нас очень важно, а для вас, друзья, это как раз определится, на какие силы возможности мы сегодня совместно с вами будем двигаться. Это крайне важно финансовое планирование, потому что сегодня по мере того, как увеличивается объем работ, финансовое планирование становится очень важным ключевым звеном, потому что сегодня очень многие делать работы, не понимая финансовой подушки, которая сегодня есть, невозможно. Поэтому эта работа сделана специально, сознательно, о ней очень много говорилось на фестивале, мы об этом еще будем весь месяц этот говорить, весь май, готовя к тому, что, друзья, мы с вами должны четко, каждый определиться, какие мы дальше запускаем программы, насколько каждый может участвовать, чтобы каждый из вас взял на себя обязательства по поводу ежемесячных инвестиций, потому что это очень важно, а компания берет на себя обязательства на весь период действия этих рассрочек сохранить соответственно обязательства, которые есть, несмотря даже на то, что для новых вход будет значительно на других условиях, и вплоть до того, что если финансирование перейдет уже на другие русла, другие рельсы, чтобы те обязательства, которые мы с вами заключим, и вы, соответственно, возьмете себя, чтобы они сохранились. Ну вот, друзья, то, что это касается. Можно ли продать часть акций в конце года, то есть будет ли внутренний рынок? Да, сегодня эти вопросы ведутся, и я могу сказать, что это не инициатива нашей компании, просто мы знаем об определенных ну, скажем так, подвижках, определенных фондов, но здесь, друзья, я могу сказать, это будет с одним нюансом. Эти фонды, которые сегодня собираются выкупать, они ориентируются на того, будет ли закрыт вход в корневую технологию. И здесь я вам точно могу сказать, что как только мы объявим о том, что закрыт вход в корневую технологию, то как минимум два фонда сразу начнут скупать эти обязательства, потому что это сразу будет индикатор того, что эти обязательства будут резко увеличиваться в цене. И здесь мы вам говорили, и будем продолжать говорить свою позицию, мы не рекомендуем этого делать, потому что это сразу будет потеря денег для корневой компании. Это раз. И второе, что вы всегда должны оценивать о том, что как только закрыта корневая технология, и их начинают скупать спекулянты, а это не кто иный, как те, кто сегодня по дешевке будут выкупать, и мы вам можем сказать, что через определенное время, буквально менее этого года, вы очень серьезно выиграете, если не продадите, неважно даже по каким ценам, свои обязательства. Это наша позиция, но принимать решения каждый из вас будет самостоятельно. Здесь вот этот автомобиль, который не раз показывался, это, друзья, конечно, очень впечатляющие, хорошие вещи. Чем больше таких автомобилей будет у нас передвигаться по нашей стране и вообще по миру, тем, друзья, лучше. Ну все, друзья, на этом я свою часть сейчас заканчиваю, передаю слово Алексею Суходоеву, он вам расскажет свое видение, свой взгляд на то, как непосредственный участник, как непосредственный человек, который во всем этом принимал активнейшее участие и организаторское участие, соответственно, Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Дорогие друзья, ну, так скажем, расширенно, развернуто я дал свою точку зрения на дневном вебинаре, то есть я думаю, может быть, сегодня, может быть, завтра уже будет выложена запись, в первой части дневного вебинара была запись, примерно на час, я рассказал о том, что нас ждет, о новостях, свою точку зрения, об Экофесте, что я могу сказать, дамы и господа, чтобы сильно не растягивать, потому что время, так скажем, вечернее, у тех людей, кто в уральской части, я думаю, что досмотрят обязательно вебинар до конца, но я хотел бы обратить ваше внимание, дамы и господа, на то, как вообще быстро меняется время в нашем проекте и насколько быстро развивается наш проект буквально по трем фотографиям. Это очень важно, это крайне важно, я бы сказал, и вернемся в прошлое, так скажем, и перейдем на закладку именно капсулы времени, то есть первые капсулы времени, посмотрите на то, что происходит на фотографии вокруг, то есть тогда еще не было разровненной территории, тогда не были вырублены деревья, и тогда, собственно, были бурьяны, заросли, и ни о каком благоустройстве на тот момент Экотекнопарка и речи не шло, это было только в планах, и тогда, в августе 2015 года, соответственно, была заложена капсула времени, это три капсулы времени, то есть на 5, на 15 и 30 лет, если я не ошибаюсь, и был заложен первый куб бетона, то есть мы, как говорили, как и обещали Сергею Анатольевичу, символически, естественно, не упахиваясь, символически помешали бетон, и положили по лопате бетона на заливку первой опоры, кстати, именно вот струнного интеллектуального ограждения, которое вы сейчас видите, и тогда все было запланировано, и я могу сказать, что мы движемся абсолютно по планам, дамы и господа. Что происходило потом? Тоже, чтобы понятно было, настал октябрь, то есть это закладка нулевого километра, и я неспроста делаю вот такие фотографии, всем рекомендую делать фотографии, когда вы посещаете Экотехнопарк на фоне стройки, чтобы потом вы своим партнерам быстро и легко очень показывали, как развивается строительство, и, соответственно, как развивается, бурно развивается именно наш проект. На закладке нулевого километра, соответственно, только был залит фундамент, только вы видите первые арматуры, которые торчат, и только готовилось строительство анкерной опоры, совмещенной с транспортно-логистическим узлом станции. И, дамы и господа, на самом деле, вот вы видите фотографию с октября, и перенесемся то, что сейчас происходит в апреле, фактически вот недавно, так скажем, произошло, и намеренно я сделал такую фотографию также, опять же, с Сергеем Анатольевичем, потом для понимания, для визуализации я быстро пролистаю те фотографии, которые есть. То есть, вот такое сооружение появилось. И я всегда привожу сравнение вот новичкам, с кем общаюсь, те, кто живет в Челябинске в первую очередь. На самом деле, вот как бы возле спортзала, в который я хожу три раза в неделю строят не на деньги народного финансирования, но на конкретные частные и государственные инвестиции, бюджетные инвестиции, достаточно, как бы неплохой такой бассейн сооружений. Он строится медленнее, чем строится на народное финансирование, соответственно, наша инфраструктура Skyway. И я могу сказать, дамы и господа, что, скорее всего, возможно, символично можно именно говорить о том факте, что вы видите на опоре, которая является станцией, три буквы А. Кто-то читает АВА, но я вижу здесь три буквы А, а три буквы А это страхование, соответственно, высший индекс и показатель качества, надежности инвестиций, безопасности, и также финансовом мире, это такой же показатель незыблемой железобетонности вашего участия либо в финансовом, либо в институционном, либо в страховом каком-либо проекте. Я думаю, что это неспроста и либо так задумано, но в первую очередь, естественно, все выстраивается с инженерной точки зрения. И посмотрите, дамы и господа, еще раз, то есть, как развивались события август, октябрь, потом апрель и снова апрель. То есть, результат виден на лицо абсолютно. И никто, никто не скажет, что строительство ведется медленно и менее чем за полгода было сделано, чему восхищались на самом деле. Я общался с инженерами, с конструкторами, со строителями. И строителями в первую очередь было интересно пообщаться, потому что они говорили, да, строится быстро и да, у вас уникальная технология, она простая к монтажу, она простая к строительству, да, и вы сможете реализовывать данный проект на любом типе рельефа, местности, как мы это говорим в вебинарах. И опоры будут совершенно различны, в зависимости от применения, но, дамы и господа, я могу сказать, что фактически во многих регионах уже инфраструктура под опорой частично, так вот, визуально готова, то есть, это фонарные столбы, и на самом деле фонарные столбы, как вы все понимаете, по геометрии расположены, то есть, либо по прямой, либо чуть-чуть наискосок, и если заменить, к примеру, фонарные столбы, пойти по этой логике, то легкую прогулочную спортивно-экскурсионную трассу мы легко разместим, да, мои господа, что хотелось бы отметить на данном вебинаре, то, что я могу сказать, и об этом сказал Виктор Бабурин, что легкую прогулочную спортивно-экскурсионную трассу передавайте это всем партнерам, мы постараемся построить в рекордно низкие сроки, Виктор, конечно же, по своему юридическому именно занятию и в прошлом, и в настоящем имеет такую черту, говорите, и правильную черту, я эту черту обязательно заимствую, несмотря на то, что иногда хочется рассказать раньше времени, но сейчас настал тот период, когда многого рассказывать до свершения тех или иных обстоятельств мы не будем, и то, что вы знаете, то, что вы видите, максимально передавайте эту информацию, потому что эта информация достоверная, и, соответственно, легкая прогулочная трасса будет начинаться строиться слева, если вы стоите, соответственно, вот так вот лицом к опоре, и она будет построена в рекордно низкие показатели сроки, потому что будут совершенно другие бригады задействованы, будет совершенно другая техника, это будет уже, если и так было профессионально, это будет сделано супер профессионально. В рекордные показатели, в образцовые показатели мы не стремимся покорить книгу рекордов Гиннеса, этим занимается Кирилл Шимко, и вы видите, как этот замечательный атлет, замечательный силач, и, кстати, Кирилл Шимко тягал, у меня, к сожалению, не было времени, ожидая видео, посмотреть, как он тягал, собственно, на струне именно тяжелую технику, я думаю, что это видео взорвет интернет и станет вирусным, и, дамы и господа, могу сказать, что, если такие активисты, как Кирилл Шимко, это рекордсмены книги рекордов Гиннеса, к нам присоединяются, если сейчас происходят договоренности с Чеченской Республикой, с Красноярским, и что примечательно, в Красноярске тоже наш активный партнер, я думаю, в будущем на вебинарах мы его пригласим обязательно, сейчас начинаются активные, первичные действия, конкретные по Красноярскому краю, и, что примечательно, мне вот в Вайбере мы всегда на связи, сбросил этот человек, что, Алексей, ты не поверишь, но в день, когда именно вот совершается, начинается конкретное действие по адресным проектам Красноярского края, это более трех адресных проектов, и о них мы расскажем на вебинарах при конкретике засветила радугой. И это, дамы и господа, хоть как понимаете, хоть как представляете, хоть как с чем-то ассоциируете, но это имеет место быть. Я привел такое сравнение на дневном вебинаре, туда, куда касается рука Анатоли Эдуардовича Ницкого, касается рука SkyWay, струнной технологии, все каким-то образом, магическим, я бы сказал, образом, начинает идти в нужном русле, в правильном направлении, потому что, наверное, действительно, сила такая, именно вот, не человеческая у проекта SkyWay и направлен он на реализацию именно на всю планету, поэтому некие силы свыше, естественно, я абсолютно уверен, что это божественные силы, то есть я по вере православной и могу сказать, что ведет нас как вера более чем трехсот тысяч людей по всему миру, так и вера истинного изобретателя, конструктора, который отказался от своих множественных изобретений, я всем рекомендую ознакомиться, прочитать, кто желает, купите книжку Юницкого Небесной Дороги, Анатолий Бавровских написал эту книгу и, соответственно, там изложено все четко и понятно, каким образом путь был пройден и куда мы движемся. На каждом вебинаре я буду напоминать новичкам, что после струнной дороги мы не остановимся, после того, как мы окутаем в лучшем смысле этого слова, именно создадим сеть, не то, что паутину, хотя к паутине имеет отношение, но паутина это больше виртуальная такая сеть. У нас будет именно сеть дружественная, объединяющая континенты, объединяющая мир, сеть Транснет, за которой уже будет идти общепланетарное транспортное средство. Дамы и господа, что-то мне подсказывает, что мы это сделаем пораньше. И вот личный вопрос к Анатолию Эдуардовичу Веницкому был, когда вы видите реализацию именно ОТС. Ответ был примерно 20 лет. Но, дамы и господа, именно посредством народного финансирования я могу сказать, что это можно сделать раньше. Но, мы не сделаем этого раньше. Однозначно, чем не будет создана сама технология и опоры не могли быть построены за неделю, за две недели. Естественно, существует какой-то промежуток. Существуют логистические процессы. И на сегодняшний день мы ждем элементарно, дамы и господа, поставку стройматериалов, которые идут с Европы, не с России, потому что цена на металл, допустим, на металлоконструкции ниже в других странах, чем Россия, к сожалению, либо к счастью. Но ЗАО струнные технологии отдел компоновки, логистический отдел поставки и так далее выбирает лучшие варианты и лучшую оптимизацию непосредственно для сохранения и уменьшения возможного максимального эффекта именно в виде реализации наших инвестиций в железе, в бетоне, в опорах, в станциях и скоро будет с другой стороны построена анкерная опора, она будет построена значительно быстрее, чем анкерная опора, совмещенная с транспортно-логистическим узлом, потому что более простая конструкция и я думаю, что это немаловажно и это очень приятно осознавать, что юнибайки также поедут осенью 2016 года, несмотря на то, что эта концепция развития была предпринята только недавно, но дамы и господа предпринята была очень вовремя как точка входа и как наистратегия развития рынка Skyway и соответственно ожидаем ожидаем металлоконструкции я думаю, что бурный взрыв просто и рост инвестиций возникнет как только будут натягивать струны потому что люди, которые наблюдают за проектом и в нем сомневаются а есть такие люди дамы и господа которые до сих пор думают, что это просто столбики установили, что ничего натягивать не будут вот соответственно посмотрят и тогда уже не будет сомнений но естественно у кого-то это станут сомнения до самого крайнего момента когда поедет Юнибус когда поедет Юнибайт и друзья хотел бы также именно оповестить вас о близлежащих мероприятиях в Москве сейчас мы прорабатываем Сергеем Анатольевичем и еще с активистами с коллегами по Skyway активную работу в Москве Сергей Анатольевич будет выступать в университетах Сергей Анатольевич будет выступать на еженедельных конференциях поэтому те кто проживает в Москве я думаю что вы будете рады и счастливы развивать наш проект в Москве непосредственно в месте вашего проживания и это очень удивительно меня если честно это немножко смущает что Сергей Анатольевич проживает в Москве а регион не находится на преобладающих позициях и есть Коломенский парк есть очень очень много что связано с историей развития Skyway есть московская агломерация которая именно в векторе развития была предпринята в планах на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации есть много много очень сильно интересного давайте поставим цель при активном участии в конференциях Москвы в Московской области лично Сергея Анатольевича а я буду лично следить чтобы Сергей Анатольевич не ленился посещать даже когда очень сильно занят данные мероприятия давайте поставим небольшую цель достижения 100 тысяч инвесторов 100 тысяч участников даже в Москве и Московской области потому что это абсолютно реально при той движущей силе которую собственно будет Сергей Анатольевич передавать ту энергию и мощную так скажем мощный посыл мощный вектор непосредственно на территории уже своего родного города и дорогие друзья немножко также продолжит Сергей Анатольевич уже про события а я подготовлю скрины документов которые будут завтра естественно у нас развивается все настолько быстро что мы даже не успеваем создать новости потому что события развиваются супер стремительно а я думаю что в ближайшее время будут развиваться 10-20 событий одновременно по всему миру потому что строй скайвей спасай планету и дай дорогу в мир транснетом до скорых встреч дорогие друзья с вами Алексей Скадоев и Сергей Анатольевич Сибиряков Сергей Анатольевич вам слово спасибо давайте сейчас уже будем так заканчивать потому что я ищу после там практически третьей уже бессонной ночи весьма так сказать как бы сейчас Алексей покажет вам приглашение документы я просто ему буквально пока он выступал сейчас бросил приглашение на завтрашний экофорум вот от правительства Москвы и соответственно завтра приглашаем всех с 12 до 13.30 в экспоцентре это там город Красногорск ну это на МКАДе экофорум соответственно у кого есть желание возможности приходите приглашайте то есть естественно что это не стоит какая-то обязательная вещь потому что мы это сейчас делаем в таком экстремном порядке более того как сказал Алексей что он там определенные действия чтобы я выступал на таких форум потому что я еще честно говоря сегодня утром не предполагал что вернувшись в командировки я завтра поеду выступать тем более у меня завтра еще одна будет после обеда встреча я могу сказать без лишнего привлечения с одним из мировых лидеров сетевых сетевого бизнеса вот именно бизнеса МЛМ который высказал желание о том чтобы я ему рассказал о технологии Skyway а он посмотрел как это можно наложить на те возможности которые есть сегодня в их структурах и в их работе поэтому у меня завтра будет до обеда презентация вот на экотранспорт чистый воздух в департаменте правительства Москвы после обеда встреча с очередным очень мощным сетевым лидером который рассматривает возможность участия в участие именно в нашем проекте Skyway так тут Кузбасс нужен или нет Кузбасс нам нужен друзья всегда вот поэтому тем более что Кузбассу мы тоже имеем определенные какие-то отношения поэтому здесь через некоторое время друзья можно сказать что проект Skyway он пойдет во всех регионах во всех направлениях и не только в России СНГ но и во всем странам все-таки с Шевченко нет я могу сказать что с Сергеем Шевченко мы пока так мы общаемся периодически переписываемся но он пока не может себе перейти такой момент чтобы перейти сейчас на Skyway но опять же друзья это все вопрос вопрос следующий что да Вячеслав я тоже могу сказать что не факт что Шевченко все растет тем более что он такой весьма своеобразный лидер нет а это действительно те кто стоят уже именно в международной системе ну вот друзья давайте это сейчас на регистрацию Алексей сбросил документы это я так понимаю на завтрашнюю на завтрашний а нет это не совсем на завтрашний ВНР так можно где-то посмотреть из каких ну здесь друзья я могу сказать что у нас всего более уже к 50 странам мира приближается до количества акционеров а из каких стран мне сейчас трудно назвать из каких стран не были у нас акционеры то есть были и из дальнего зарубежья такие как Америка Нью-Йорк Англия Франция Испания не говоря уже о все прибалтийских стран наши норвежские как мы их называем викинги еще ну то есть здесь друзья что произносить сейчас что вам даст из каких 40 стран были то есть из многих поэтому здесь друзья этот период даже не так сейчас хотя в принципе может быть и подготовим список который есть когда почти не будет отчет уже более интересный так ну здесь друзья по Чечне договорились так что мы это все таки идут подготовительные встречи основная наша задача это презентация руководителя Чечни и это будет я думаю до конца месяца до конца мая вот соответственно наша задача подготовить сделать и выйти дальше на следующий ряд проектов которые мы начинаем готовить я думаю что за май мы это сейчас сделаем и подготовим так это друзья у нас делегация сейчас Алексей показывает это делегация как раз у нас в Венгрии Чехии и Словакии выставку в Москве я думал ваши тоже должны поучаствовать я правда наверное все должны были немцы итальянцы Чехии Словакии поляки да Тамара точно так сказать еще много много кого давайте друзья у нас еще для этого есть ряд и чатов и где можно обмениваться информацией где можно можно ли быть акционером в США акции как оформляются здесь сразу могу сказать что друзья по штатовскому законодательству это мы обсуждали практически невозможно участвовать в нашем проекте но так как у нас в основном русскоговорящие те кто участвует в проекте то они все действуют через наш русский личный кабинет и соответственно таким образом они заходят инвесторами из Соединенных Штатов из Америки но фактически действуют просто как частный инвестор через личный кабинет и таким образом мы обходим все проблемы связанные с штатовским законодательством вот это кстати друзья очень интересная такая тенденция что у нас очень много сейчас задают вопросов там с Белоруссией еще с рядом страна что как акционером мы можем стать если законодательство допустим Белоруссии владеет запрещает это делать и здесь как раз друзья мы столкнулись с тем что если вы это делаете через интернет через личный кабинет то очень друзья тяжело сегодня официальным органам доказать либо предъявить какое-то ну скажем так несоответствие закона поэтому здесь конечно это мы не говорим что мы призываем всех таким образом участвовать в проекте в обход законодательства об этом даже друзья не может быть и речи но мы столкнулись с тем что те наши соотечественники которые живут в Соединенных Штатах инвестируют через личный кабинет то никакого противоречия штатовскому законодательству здесь нет здесь вот такой друзья очень интересный нюанс который мы увидели сейчас так про Берлин да естественно друзья в Берлине у нас будет конференция поэтому мы сразу всех приглашаем на эту конференцию это свободный доступ естественно что на саму выставку там где будут презентоваться технологии это будет во-первых платный вход а во-вторых там с определенной регистрацией а там где будем проводить мы свою конференцию это естественно уже друзья совсем другая песня это будет наше внутреннее скажем так мероприятие получить на руку или они хранятся в компании ну друзья я не знаю если вы мне скажете что такое сейчас акция допустим фейсбука или газпрома которые в основном все имеют только электронный реестр то наверное если вы хотите задать вопрос можно ли сертификат получить на руку однозначно друзья да если вам этот сертификат греет душу то естественно можете его заказать и получить себе на руку там будет Илон Маск да Илон Маск на конференции в сентябре будет обязательно более того мы готовим к нему сейчас ряд предложений и будем обсуждать один уже совместный проект который мы хотим уже именно запускать и как Skyway и Юницкий как русский инженер и Илон Маск именно как лидер сегодня в таком инновационном мировом движении чтобы после этой конференции у нас возник именно совместный проект и это тоже наше такое интересное внутреннее пожелание которое я надеюсь когда нибудь будет соответственно реализовано ну все друзья давайте Алексей по поводу приглашения на завтрашний форум там просто стоит адрес и время я вот то что сбросил то самое то есть можно его поставить и соответственно еще тут было пожелание я бы тоже поставил одну песню которая у нас была вот на прошлом вебинаре которую один из наших таких активнейших партнеров записал и сделал то есть тоже поставить ее вот под завершение пока не все еще у нас ушли с вебинара так Тамара песня гимн песню гимн давайте все таки мы сейчас не к вебинару ее привяжем а Алексей выложит запись в наших чатах именно тех которые он ведет и через эти чаты вы сможете это посмотреть сделать потому что это все таки очень такой специфичный вопрос вот мы бы не хотели чтобы это шло как официальная позиция тем более на вебинарах которые смотрят потом по несколько тысяч человек поэтому давайте кого это заинтересует мы обозначили к этому интерес я думаю однозначно это всем будет интересно но все таки эту информацию будем распространять именно таким нашим внутренним частным порядком чтобы это все таки была наша информация а не официальная позиция потому что как вы понимаете вебинар он все таки ко многому обязывает потому что это официальная позиция так про монету скажите ну тут про монету говорилось уже так много и Алексеем и Юницким задавали ему такой вопрос поэтому здесь уже вопрос просто не к нам Алексей ты сможешь поставить ага так вот это департамент природно-окружающей среды города Москвы то есть это вот приглашение которое сегодня есть там на второй странице Алексей есть адрес и то есть вот сам документ который приглашали и соответственно это единственный друзья вопрос почему да вот место проведения с 12 до 13 часа 28 числа место проведения корпуса экспо и это вот как раз так как это именное приглашение то я его не мог проигнорировать и поэтому завтра придется идти делать доклад на экспоцентры вот ну я думаю что такая работа она все-таки очень и очень такой результат дает ну все друзья давайте на этом я с вами прощаюсь спасибо что вы многих из вас я уже знаю которые участвуют в экофесте в наших семинарах конференциях вот о том что мы поддерживаем и двигаем этот проект это тоже для нас для всех очень важно ну и дальше друзья строй скайвей спасай планету движемся и вместе победа субтитры музыкальное приветствие экофестивалью из города Магнитогорска изгиб струны упругой обнимет землю круто небесная дорога стремится вдаль и ввысь качнется купол неба узрев такое чудо как здорово что все мы здесь в скайвере собрались качнется купол неба узрев такое чудо как здорово что все мы здесь в скайвере собрались и с гордостью великой всегда мы будем помнить всех тех кто первым понял величие скайвер кто звал своим примером любовью мир наполнить и сделать счастье жизни привычным для людей кто звал своим примером любовью мир наполнить и сделать счастье жизни привычкой для людей и нашими делами планета станет краше поднявшись мыслью дерзкой мы в космос вознеслись мы мир объединяем и в том работа наша как здорово что все мы здесь в скайвере собрались мы мир объединяем и в том вы м м м Продолжение следует...